Добрый вечер! Это суть недели. Сегодня в программе. Дата недели. 33 года назад, 10 ноября 1982 года, умер Леонид Ильич Брежнев. Закончилась 18-летняя эпоха стагнации или застоя. Теперь, правда, это называют стабильностью. Тема недели. Трагедия на Синайском полуострове унесла жизни 224 российских туристов. Авиасообщение с Египтом прервано. Еще одна дата недели. 8 ноября 1961 года состоялась первая игра КВН. Как это было в Казае? На минувшей неделе исполнилось 33 года со дня смерти генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Вместе с его смертью закончилась 18-летняя эпоха застоя. И началась, как тогда шутили, ППП – пятилетка пышных похорон. Черненко, Андропов и сам Брежнев, как говорили злые языки в то время, устроили гонки на лафетах. Спокойствие эпохи Брежнева сменилось на пугающую нестабильность переходного периода. Приход к власти в 1985 году Горбачева означал переход к совершенно другой эпохе, к перестройке, которая стала последним этапом советской власти и привела всех нас в новую демократическую Россию, в которой мы сегодня и пребываем. Леонид Ильич пришел к власти на волне антихрущевского заговора, который был организован не им, но плодами которого он умело воспользовался. Хрущев был нелюбим в народе, его фамильярно называли Никиткой, но последней каплей, переполнившей чашу народного терпения, была его идея ликвидации приусадебных участков и сдачи скота в колхозы. Такое новое раскулачивание. Правда, народ в нашей стране никогда не имел права решающего голоса. Вот что говорил по этому поводу признанный авторитет в области государственного управления, сторонник сильной государственной власти, допускавший для укрепления ее применение любых средств, знаменитый итальянский мыслитель и политический деятель 15-16 веков Николо Маккиавелли. История показывает, что все заговоры замышляются знатными людьми, приближенными к государю. Другие не могут составлять таких заговоров. Это было бы безрассудно, потому что люди, не приближенные к царю и занимающие в обществе скромное положение, не имеют ни надежды, ни возможности осуществить такой замысел. Во-первых, люди, не имеющие власти, не могут найти верных соучастников. Они не могут представить лицам, которые вовлекаются в этот замысел, никаких надежд, ради которых те согласились бы подвергаться подобному риску. Таким образом, едва они доверятся двум или трём лицам, как в числе последних окажется предатель, который погубит их. Впрочем, если бы даже на их счастье предателей не нашлось, то всё-таки предприятия представляют для них непреодолимое затруднение, потому что они не имеют к государю доступа. При таких условиях оно всегда заканчивается гибелью заговорщиков. События осени 1964 года полностью подтвердили правоту изощрённого флорентинца, покинувшего этот грешный мир за 450 лет до свержения Хрущёва. Воцарившись в Кремле, Леонид Ильич вскоре приступил к расстановке кадров на руководящих постах в аппарате ЦК и ключевых ведомствах. Пометуя заветы Маккиавелли, которые он никогда не читал, но руководствуясь собственным опытом переворота, Леонид Ильич в первую очередь расставил своих людей на главные должности в силовых ведомствах, как это теперь принято называть. Он хотел быть уверенным, что его, как Хрущёва, врасплох застигнуть не удастся. МВД возглавил старый товарищ Брежнева Николай Анисимович Щёлоков. В КГБ на должностях первых заместителей уселись Ценёв и Цвигун, с которыми Леонид Ильич приятельствовал многие годы. Деловые качества больше никого не интересовали. Только личная преданность. Остальные критерии в расчёт не принимались. Такая кадровая политика привела ровно к тому, к чему всегда приводит отрицательная селекция кадров – коррупции. Никогда до Брежнева в СССР не было такого разгула коррупции. Ну, конечно, с нынешней её сравнивать нельзя, масштабы не те. Но по распространённости и по проникновению во все области государственного и партийного управления она вполне может быть сравнима с теперешней. Справедливости ради, надо сказать, что именно при Брежневе главой правительства стал Алексей Николаевич Косыгин, чьи экономические реформы были направлены на повышение эффективности, рентабельности и финансовой самостоятельности предприятий. Именно в этот период государство вплотную занялось вопросами повышения благосостояния граждан. Увеличение выпуска и повышение качества товаров народного потребления стали главными задачами экономики во времена Брежнева. За 18 лет правления Брежнева экономика СССР, как теперь принято говорить ВВП, выросла в 2,5 раза. Траты государства на социальные расходы были увеличены в 3 раза. Рост реального потребления населения увеличился в 2,5 раза. Именно при Леониде Ильиче темпы строительства жилья в СССР достигли 60 миллионов квадратных метров в год. Не надо забывать, что это было бесплатное жилье, которое государство предоставляло очередникам, а не продавало по недоступным большинству ценам. При Брежневе производство электроэнергии в стране увеличилось в 3 раза. Была проведена масштабная газификация жилья. Количество квартир с газовыми плитами увеличилось с 3 до 40 миллионов. И самое главное, именно в Брежневский период началось освоение месторождений сибирской нефти и газа, создание системы экспортных нефти и газопроводов, которые и по сей день служат главным источником наполнения государственного бюджета. Перечисление результатов бурного развития СССР под руководством Брежнева можно продолжать долго. Именно в этот период Советский Союз достиг вершины могущества на международной арене, перейдя от противостояния к мирному сосуществованию и сотрудничеству с Западом. Главное, что дал Брежнев в стране, это уверенность в завтрашнем дне. Советское вечное самопожертвование ради будущего отошло на второй план. Появилась возможность благополучного существования здесь и сейчас. Но у объявленной Брежневом политики стабильности кадров была обратная сторона. Стареющие управленцы оставались на своих постах даже тогда, когда эффективность их деятельности падала до нуля. Сам генсек стал жертвой данной стабильности. Стареющий, тяжело больной человек, сам поднимавший вопросы своей отставки, оказался марионеткой в руках своего окружения. Стремление к сохранению собственного положения оказалось для них важнее перспектив развития страны. Пока болеющий Брежнев, впавший в старческую сентиментальность, с детской непосредственностью радовался все новым наградам и званиям, над страной сгущались тучи. Потребности населения, дорвавшегося до материальных благ, росли быстрее, чем возможности экономики. Партийные чиновники, презрев государственную идеологию, активно занялись личным обогащением. А сам Леонид Ильич, превратившись из красавца-героя-любовника в развалину, стал всенародным посмешищем и героем бесконечных анекдотов. Позднее станет ясно, смеялись не над несчастным, измученным болезнью стариком, а над системой, оказавшейся неспособной прекратить нахождение на высшем государственном посту фактически недееспособного человека. Проводив генсеков последний путь, граждане стали ожидать изменений к лучшему. Но не тут-то было. Сколь дорого стоит тот покой, который давала людям эпоха Брежнева, станет понятно только после великих потрясений перестройки, распада СССР и лихих девяностых. Спустя три десятилетия, россияне, почувствовавшие разницу, в различных соцопросах признают, что Леонид Ильич Брежнев был одним из лучших руководителей в истории страны. Трагедия в Шарм-эль-Шейхе, унесшая жизни 224 россиян, больно отозвалась в наших сердцах. Но сегодня мне бы хотелось поговорить с вами о последствиях, а не о причинах этого страшного события. Запрет на полеты в Египет вызвал обвал туристического рынка в России. Многие туристы, купившие туры на самый доступный в ценовом отношении зимний курортный россиян, оказались в сложном положении. О том, как найти выход из этой неприятной ситуации, мы поговорим с директором туристической компании Эльвирой Марковой. Скажите, вот у нас в Казани, в вашей туристической компании, как это выглядит, вот вся эта история с точки зрения количества туристов, которые остались там, еще не вернулись, которые купили путевки, хотят лететь и так далее. Вот ощущается эта напряженность в вашей работе? Напряженность, безусловно, ощущается в первую очередь потому, что мы ориентируемся не только на ту ситуацию, которая непосредственно у нас в агентстве, а с точки зрения будущих продаж. То есть даже если мы сейчас не очень сильно влетели с этой ситуацией, у нас буквально пару броней на после Нового года, и все наши туристы буквально на днях успели вернуться. Вы всех вывезли? Вывезли. Слава Богу. Да. Запрет этот не первый раз, то есть это уже, по-моему, третий за последние, наверное, 10 лет. Именно на Египет? Именно на Египет, да. Восстанавливалось за 3-4 месяца. Не все так плохо на самом деле. Во-первых, начнем с того, что все живы. Это главное. Это главное. То есть в свете последних событий уже, значит, повод для оптимизма. Второе. Вам никто не говорит, что ваши деньги пропали навсегда. Забудьте, что вы когда-то кому-то платили. Нет. Слава Богу, об этом речь не идет. Да, да, как механизм. Механизм. Все зависит от того туроператора, через которого был приобретен турпакет. Не от турагента, а именно от туроператора, который прописан у вас в договоре, который сформировал данное предложение. Все немножко отличающиеся условия выставили. Кто-то сказал, значит, вы... То есть максимально мягкие условия, это у тех туроператоров, которые сказали, вы эти деньги можете оставить на депозите и воспользоваться вот конкретно вот этой рублевой суммой, которая была нам перечислена в течение 12 месяцев. То есть появляется... Это как-то прописано в договоре? Это оформляется следующим образом. Клиент, который согласен... То есть вот я клиент, я вам заплатил деньги. Вы ко мне приходите. Вы мне сказали, извините, уважаемый господин Тинский, беда. Дальше что? Что происходит? Вы приходите к нам. Так. Мы с вами, значит, проговариваем, какие возможности есть. Первое. Прямо сейчас, если вы хотите... Летите в Турцию. Если вы хотите... Допустим, вот вы были забронированы на завтра или послезавтра. Это прекрасно, потому что в Турции неимоверно длинный сезон в этом году. Тепло еще, да? 25-26, море 23. Да, удивительно просто. То есть первый вариант, можно заменить направление дальше. Да, мы смотрим в... Можно забронировать на 12 месяцев. Задепонировать. Задепонировать вот эти деньги. То есть мы это... Юридически мы это прописываем как? Вот я начала говорить. Мы сейчас доберемся до юридического оформления. Но в случае депонирования на 12 месяцев мы несем риски курсовой разницы. То есть если рубль еще раз упадет пару раз, то... Заметьте, риски с обеих сторон. Ну то, что он вырастет, это вряд ли. Может. Почему? Ну это мы, да, не будем обсуждать. Высокую экономику не будем сейчас. Но чуть-чуть плюс-минус рубль это возможно. Конечно. Возможно. Вот. Еще какие версии? Третий вариант. Вы можете аннулировать данный тур и обратиться в суд. Условно говоря, новогодний... Привычка отдыхать в Новый год за границей у нас еще пока у некоторых, у кого есть такая возможность, сохранилась. Что порекомендуете взамен Египта? Нет полноценной взамены. Знаете, я раньше на Новый год Египет в принципе не могу сказать, что рекомендовала. Потому что погода уже в общем-то... Знаете, там достаточно ветрено. Да, там в принципе температура моря всегда одна и та же, но вот ощущение некомфортное, когда выходишь из моря. Вот. Плюс достаточно сильно они ориентированы на русский рынок, и поэтому цены на Новый год поднимают очень значительно. Вот. У нас остались Арабские Эмираты. И Арабские Эмираты, слава богу... Значительно дороже. Ну, если сравнивать по таким же параметрам, то есть мы берем там отель, который стоит именно на берегу, и вот стоит вот таких денег, то, конечно, аналогов вы не найдете в Эмиратах. Потому что там все, что стоит на берегу, это совершенно другая категория отелей, да. То есть можно рассмотреть просто варианты, но зато городские отели, допустим, которые более-менее нормальных денег стоят, да, они гораздо роскошнее, чем в Египте. Просто на пляж вы будете ездить. Ну, вот есть свои где-то нюансы, понимаете. Вот. У нас, вы знаете, неплохих денег, в принципе, стоит Шри-Ланка. А Шри-Ланка незначительно дороже, чем... Отели там стоят очень недорого. Все зависит от того, поскольку это регулярка, все зависит от того... Какие скидки, да, да. Никакие скидки. А успеем ли мы взять билеты по минимальным тарифам. Я сейчас вам советую переориентироваться не на пляжный отдых. Если пляжный отдых, то Азия. Ну, да, то есть Пхукет какой-нибудь. Азия, я имею в виду, там, Таиланд, Индонезия, Шри-Ланка. Камбоджа. Камбоджа – великолепная страна, очень спокойная. Вьетнам, обратите внимание на это направление. Кстати, есть прямые рейсы из Казани и очень хорошие цены. Прямые рейсы в Вьетнам есть? Да, в Ничанках летит у нас самолет. Да, да. Да, да. Интересная, это как Таиланд 10 лет назад. То есть, еще не взвинчены цены в туристической зоне. Огромное количество достопримечательностей. Я проехала северный. Прекрасный климат. Очень разный. Потому что она узкой полосой, вдоль материка идет эта страна. То есть, там есть север, а есть юг. Ну, ладно. Эли, спасибо вам большое. Вы немножко как-то сняли, я надеюсь, напряжение у тех людей, которые все еще собираются отдыхать за рубежом. Думаю, что действительно Египет в какой-то степени потеря невосполнимая. Но есть, как вы сказали, варианты, которые, может быть, несколько и подороже. Но, тем не менее, безопасность, самое главное. Я думаю, что все-таки сегодня, вот в той ситуации, в которой мы с вами все оказались, главный критерий – это безопасность. Потому что вот я не хочу никаких шикарных курортов, никакого зензибара, ничего мне не надо, если там вот могут что-нибудь взорвать или еще что-нибудь натворить. Вот я лучше дома посижу. Я такой человек консервативный. Вы знаете, я вот еще добавлю. Люди, которые, знаете, привыкли путешествовать, да, вот эту страсть к путешествиям убить очень трудно. Знаете, они что называется, что хоть тушкой, хоть чучелком, но должны выехать. Там раз в полгода, раз в год. Просто немножко нужно пересмотреть приоритеты. Может быть, не пляжный отдых, может быть, все-таки экскурсионная Европа. Сейчас вот с введением биометрии, кстати, нам совершенно не стало сложнее работать. Эта процедура отлажена, все это делается в Казани. Ничего сложного. Вы имеете в виду паспорта биометрические? Нет, то, что сейчас нужно проходить. Да, биометрию. В Европу, да? Да, да, да. То есть это тоже не должно никого пугать, это мы все делаем. Вот, хорошие есть дружественные тарифы на отели, на авиабилеты. Просто этот маршрут, над которым нужно подумать совместно и поработать. Ну да, пора менять стереотипы. Да, и дружите с вашими турагентами. То есть мы сейчас все в одной лодке и как бы должны помогать друг другу. Ну, будем надеяться, что и турагентства с нами тоже будут дружить. Мы дружим. Спасибо вам. Спасибо вам. После небольшого перерыва мы вернемся в студию и поговорим о еще одной дате недели. 54-летие всем любимой игры. КВН 8 ноября 1961 года в сетке вещания Центрального телевидения СССР появилась новая программа. Аббревиатура из трех таинственных букв КВН вскоре стала одним из самых любимых развлечений советского телезрителя. Урочный день, урочный час, мы снова рады видеть вас веселых, любознательных друзей. Берите в руки карандаш, мы начинаем вечер наш, садитесь спать и смей. Пусть кому-то повезет, а кому-то нет. И не нравится вопрос, и не сходится ответ, и все ж. Берите в руки карандаш, мы начинаем вечер наш, мы ждем вас, друзья. Говорят, когда шел КВН, милиция отмечала снижение количества уличных преступлений. Но все сидели у телевизоров. Сегодня у меня в студии гость, один из первых КВНщиков в Казани, член команды КВН Казанского мединститута Лев Борисович Шар. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, просто интересно, как это все начиналось, с чего это все пошло. Вот вы будете смеяться, но главный инициатор проведения битв, соревнований команд КВН в вузах был горком комсомола. Да, был такой изят, по-моему, Хабибульного была фамилия, он потом стал доцентом в институте культуры по идеологии или еще что-то такое. Но в это время был молодой парень, у него сестра была где-то наверху в обкоме партии, и его, значит, взяли инструктором горкома комсомола. И он быстренько так сориентировался, а может быть, начальство его как-то подтолкнуло. Короче говоря, он пошел по вузам. А в то время как раз вот небезызвестный и, конечно, известный вам Семен Каминский завез из Москвы такую заразу, как стемы. Да, стемы – это студенческий театр эстрадных миниатюр. Эстрадные миниатюры, да. И первый студенческий театр эстрадных миниатюр открылся в Каи. В Каи, да. Каминский сразу очень широко начал мыслить в этом плане. У него был, видимо, опыт уже в Москве, откуда он приехал. Вот он создал прекрасный театр. Ну и, естественно, это было очень заразно, заразительно. И мы в мединституте тоже начали ему подражать. Организовали свой театр, который назывался «ВТЭК». Вот Владимир Лавришков, о котором я вам говорил, он придумал название. Это значит «Врачебный театральный…» Трудовая экспертная комиссия. Да, если так. А так «Врачебный театральный эстрадный коллектив». И мы поставили, мы с ним написали пару сценариев, было несколько спектаклей. И вот то же самое было и в университете. И вот этот вот «Изиат» он начал обращаться. Это какой год, Лев Борисович? Я думаю, что это, наверное, был 63-й что-нибудь. То есть, то, что произошло в Москве в 61-м году, вот широкий показ по телевидению, и это стало модным на территории всего Советского Союза. А что было с текстами? С литературой что было? Ведь в основе КВН лежит, в общем-то, литература, тексты. Они были достаточно острые, ведь тогда КВН начинался весьма и весьма бурно. Я так думаю, что тексты писались в основном на студенческую тематику. На студенческую тематику. Я вот помню, мы писали с Лавришко то, что касается медицины, какие-то песенки про медицину, еще что-то такое. И помню, что мы встречались, две было таких крупных игры, с университетом мы встречались, и с КАИ. Как долго это все продолжалось? Вот расцвет такой, КВН-ного движения в Казэне? По-моему, год. Всего? Всего лишь, да. А почему год так быстро закончилось? Кто-то закончил институт, по-моему. Поскольку она была официально организована, то она долго и не существовала. Все-таки официальность как-то, наверное, снимается. Официальность вредит популярности? Вредит популярности и энтузиазму, мне кажется так. Ну да, просто я немножко после вас уже стал студентом. И я вот, да, не помню, чтобы КВН был как-то так вот очень популярен в Казэне. Стэмы, да. Стэмы прижились. Да, тем более, что Стэм стал выступать вместе с музыкальными коллективами. Смотрите КВН сейчас по телевизору? Очень редко. Скучновато. А что вот интересно, вот, мне тоже интересно, потому что я помню тот КВН, вот, начало 70-х, 60-е годы, и сегодняшний КВН, это какие-то вот разные совершенно вещи. Вы знаете, 60-е годы все-таки это оттепель. И после того страшного зажима, который был в течение многих лет, вдруг появилась отдушина, какая-то открытость. И это масса, конечно, студенческие ломились на эти мероприятия. Да, это я помню. Сегодняшний КВН, давайте, может быть, несколько слов о нем скажем. Почему вам скучно его смотреть? Вот интересно. На мой взгляд, очень большое расстояние от юмора до зрителей. Да. Поясните. Ну, вот, мне, как, так сказать, человеку немолодому, не все близко. Может быть, есть какие-то, ну, как называют их, приколы, там, фейки. Может, вы просто не понимаете, о чем они говорят уже? Сколько угодно. Да. Сколько угодно. Но поскольку это идет по телевидению, то, значит, это должно быть рассчитано, наверное, на большой круг. Ну, у меня тоже бывают проблемы такого рода. Я, например, не очень понимаю, когда там каких-то эстрадных исполнителей пародируют. Я этих исполнителей-то не видел никогда и не собираюсь. А публика ржет, умирает. Да, то есть они в курсе, они в теме. Да, да. Они в теме. То есть проблема не в КВН, а, видимо, в нас с вами. Ну, наверное, мы немножко... Чуть-чуть отстали. Отстали, да. Но я так думаю, что если этот жанр развивается сам по себе, значит, он чего-то стоит. Ну, да, смотрите, сейчас уже существует международный союз КВН. Пусть он даже там условно международный. Это все наши. Ну, да. Только те, которые живут сейчас за пределами России. Я знаю, что прекрасно развивается КВН в Канаде, в США, в Израиле. Украина вообще просто, ну, там раздолье КВНное. Кстати, вот на днях выгнали с телеканала, я считаю, лучший КВН, который был на Украине за последние годы из современных. Это квартал 95. Убрали их с телевидения, они там так политически остро стали выступать, что даже вот при такой декларируемой свободе их оттуда попросили выйти вон. Потом я помню вот замечательный КВН Днепропетровский, помните, вот Днепропетровского университета. Да. Ни беды, ни нужды не будет. Ни хорошими станут люди, и, к счастью, протянут ноги. Крестьяне начнут трудиться, росою моют лица, засеют поля пшеницей, и сразу вырастут цены. Они до сих пор, кстати, существуют уже в форме театра. У нас, вот, когда КВН возродился, то, конечно, смотреть было одно удовольствие. Это потому, что они сразу поломали все эти барьеры и начали выступать раньше, чем взрослые. Ну, да. Помните, знаменитая партия «Дай порулить». Ну, да, да, это же с КВН все пришло. И партия «Дай порулить», и потом совершенно блестящие, вот, Днепропетровского университета, я помню, эти песенки о перестройке. Ну, они же просто, это такие маленькие шедевры были. Тогда это была такая свежая очень волна, и смотрелось с удовольствием. Не знаю, сейчас как-то другая ситуация. Ну, вы знаете, иногда, ну, да. Иногда вот среди вот этой скуки, о которой мы с вами говорим, вдруг проскакивают все-таки блестящие номера совершенно. Ну, что ж, спасибо, Лев Борисович, что пришли, что уделили время. Я знаю, что вы человек занятой и трудитесь до сих пор в качестве доктора. Да, в качестве доктора. Вот, и все равно было приятно пообщаться, вспомнить старые времена. Они незабываемы. Да. Спасибо вам. Спасибо вам. Вот и все, о чем мы хотели вам рассказать. Удачи вам. Увидимся в следующую субботу. Субтитры подогнал «Симон»